Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим сразу на две ТВ-приставки и сравним их лоб в лоб. Есть ли смысл переплачивать? Что такого нового в новом поколении Apple TV 4K? Так что давайте вместе разбираться, как это все работает. Ну и конечно, покупая ТВ-приставку, Apple TV, любую другую, да и на самом деле любой тип гаджеты, техники и не только, мы смотрим все где, правильно, на e-каталоге. Давайте посмотрим, что там с Apple TV 4K. Итак, нам нужна Apple TV 4K последнего поколения. Заходим на e-каталог, в поиске вбиваем название и быстро находим нужный товар. Тут можно увидеть все необходимые характеристики. Также сразу посмотрим, в каких магазинах есть данная ТВ-приставка. Также можно посмотреть график изменения цен, что подгадает лучший момент для покупки. Ну и предлагаю сравнить, например, с предыдущим поколением, как мы будем делать в этом видео. Здесь можно увидеть основные отличия между двумя моделями данной ТВ-приставки. Но, как говорится, меня интересует сейчас именно новинка, поэтому я сосредоточусь на ней. Если ты себе ищешь ТВ-приставку, наушники, комплектующие для ПК, ноутбуки, смартфоны, планшеты, да на самом деле все, что угодно, ты, естественно, найдешь это на e-каталог. Ссылка будет в описании, а также она будет продублирована в прикрепленном комментарии. Каталог постоянно пополняется новыми товарами, а это значит, всегда нужно мониторить, что там новенького появилось. Ну, естественно, захотел, нашел и получил самую выгодную цену. Повторюсь, ссылка в описании, а также она будет продублирована в прикрепленном комментарии. Начнем мы традиционно с распаковки новой версии приставки, однако я расскажу, чем все это отличается, пока я, собственно, это все распаковываю. Ну, первое, HDMI 2.1 появился в новой версии приставки, до этого был 2.0. Соответственно, 4K HDR 60 кадров поддерживается, если у телевизора HDMI 2.1, естественно, будет интереснее. Также появился Wi-Fi 6 и гигабитный порт Ethernet, так что по проводу по Wi-Fi все будет гораздо быстрее работать. Ну, а внешне они абсолютно идентичны, то есть с точки зрения корпуса это все та же приставка, тот же плянцевый пластик, который безбожно царапается за время эксплуатации, и по высоте, и по всем нюансам они абсолютно схожи. Однако, очень важный момент, то что здесь у нас теперь установлен Apple A12 Bionic, а на предыдущей версии приставки был Apple A10X Fusion. Ну, в общем-то, если играем в игры, это будет являться серьезным большим альтернативным моментом. И, по моим ощущениям, здесь появилось что-то вроде апскейлинга, потому что контент, который не в 4K, на новой приставке выглядит однозначно лучше. Субъективщина. Никакой инфы об этом нету, но я наглядно вижу разницу, и это, на самом деле, даже удивляет. По поводу пульта дистанционного управления, тут уже, конечно, отличие гораздо более глобальное. Слева у нас старый пульт, справа у нас новый пульт. Он, в общем-то, ну, просто другой. Если у предыдущей у нас была сенсорная панелька, то здесь у нас есть 4 точки переключения позиционной, а также это все еще сенсорная панель. Прибавить и байт громкость, толщина, размеры, все это увеличилось. И Apple говорит это для того, чтобы пульт не застревал в диване, не терялся. Сбоку у нас есть кнопка вызова Siri, и это, кстати, дико удобно. Теперь Siri поддерживается на русском языке, и вот эта кнопка будет являться серьезным плюсом. Ну и все просили сделать кнопочку включения телевизора и выключения телевизора, ее сюда добавили. Ну а внизу у нас Lightning для зарядки. Ну а по толщине вы сами видите все отличия. Ну и, в общем-то, я предлагаю дальше переходить к тестам, потому что здесь нужно наглядно показывать, как это будет работать в интерфейсе, а не столько рассуждать по поводу каких-то внешних и внутренних отличий. Это самое важное. Самое глобальное отличие – пульт дистанционного управления, который вы точно заметите. А вот по работе, по скорости, где-то новая приставка медленнее. Например, в открытии того же Apple TV Plus запуск фильмов быстрее, но само приложение открывается чуточку медленнее. YouTube абсолютно идентичный, никакой разницы нету. Apple Fitness немножко работает быстрее на новой приставке, но это абсолютно не катастрофически. Приложение, магазин работает тоже быстрее на новой приставке, но это я подозреваю благодаря именно Wi-Fi 6. Ну и то разница там в доле секунды. Запускаем игру и, по сути, видим, что плюс-минус тоже запуск один и тот же. Да, чуть-чуть быстрее новая приставка. Возможно, вот этот прирост, он будет более заметен в дальнейшем на каких-то проектах, на каком-то определенном моменте. Мы скажем, да, окей, есть большая разница, но сейчас вот глобально, ну, может быть, чуточку лучше картинка в игре, опять-таки, субъективно, на Apple TV 4K 2021, хотя, думаю, на записи у вас не особо это заметно. В остальном один к одному. То есть вот прям в апгрейде серьезном я сейчас смысла не вижу. Хотите новый пульт? Окей, его можно приобрести отдельно. Но вот бежать и апгрейдиться однозначно нет. Это не то же самое, что вот прям катастрофически новое поколение устройства. По итогам, Apple TV 4K сама по себе, возможно, обновилась не сильно. То есть практически ты чувствуешь, что вроде бы, конечно, прирост скорости есть, однако он не столь значительный, пока ты не запускаешь те же игры. А вот с играми тут все становится намного более интересно. И сразу наглядно понятно, что да, однозначно, здесь есть определенные улучшения по железу. Но, опять-таки, возвращаясь, наверное, к самому главному изменению, это пуль дистанционного управления, вот тут и кроется основная история, самый интересный момент из всего этого. Можете купить его отдельно. В целом, немного потеряете. Однако, если для вас интерактивные развлечения на Apple TV, это не только стриминговые сервисы, то стоит присмотреться именно к версии с 4K последнего поколения. Актуальную цену смотри на Е-каталог, как я и сказал. Ссылка будет в прикрепленном комментарии, а также в описании к этому видео. Большие пальцы вверх ставь на канал, подписывайся внизу, красная кнопка, нажимай на колокольчик, два раза, чтобы не пропустить выход новых видео. Пиши свое мнение в комментариях. Проделай это все, тебе не сложно, а для нас огромная помощь в продвижении видео и канала в целом. Заранее тебе большое спасибо. И несколько до пролика сейчас перед тобой. Переходи, смотри, там тоже много интересных гаджетов и технологий. Кликай.